Ре Наши известные уже спортсменки. Добрый вечер, Малис. Добрый вечер. Совсем недавно прошли Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Казалось бы, только вчера они проходили, но сегодня уже суровая действительность. Я знаю, что Кэти только-только вернулась в соревнования в Эстонии. Не холодно было, Кэти там не замерзла. Все-таки уже на дворе-то температура достаточно низкая, а тем более на воде приходится соревноваться. Да, там было очень холодно. Утром там было только плюс 10, так что, ну, везде надо было как-то там... Двигаться. Да, да. Но если говорить об Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, вот скажем... Я не могу представить, что... Я знаю, что еще в школе учишься средне. Вот ты представляешь, школьница попадает на взрослые Олимпийские игры. Марис, вот скажите, вот ваши ощущения, ваши чувства, и, Кэти, ты тоже поделись, пожалуйста, впечатлениями, когда вот вы узнали, что вы едете на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Для вас это было шоком или это известие, которое вы ждали, к которому вы были готовы? Ну, я, может быть, чуть-чуть был готов. И, конечно, чувства самые приятные. Ты поднимаешься чуть выше земли в таком моменте, но мы стремились к этому. Кэти, как вот оказаться в компании сильнейших, все-таки, Олимпийские игры, там, самые именитые титулованные спортсмены в твоем классе, виндсерфинге, ты не стушевалась, не было какой-то нервозности излишней, или ты была все-таки психологически готова к этому? Ну, конечно, что было немножко там страшно, но как-то я там справилась с этим всем, но мне было очень хорошо там, потому что ощущение было очень хорошее там. И впечатления остались самые приятные, хотя, знаем, в общем, страшилки всякие рассказывали, но я думаю, что еще одна страшилка, то, что была грязная вода, и предупреждали спортсменов, чтобы они были внимательнее. С водой все было в порядке в заливе Гуанабара? Да, нормально было. А как было с погодой? Потому что все-таки очень много здесь от ветра, направления, да, главное, чтобы он был. С этим проблем не было вот все эти дни, когда ты выступала на Олимпиаде? Ну, ветер там одну минуту был, тогда не был, но это все было очень интересно, да. Интересно. Ну вот, Марис, после Олимпиады в Рей-де-Жанево на века вы строите какие-то планы уже большие. Понятно, что уже с одной стороны мечта исполнилась, Олимпийские игры, но с другой вы хотите не просто, наверное, участвовать, но, наверное, добиваться результатов. Да, такая есть. Да, и какие планы все-таки? Четыре года впереди, кажется, это очень много. На самом деле они пролетят очень быстро. Да, да, это верно. И мы уже начинаем работать над программой Токи. И сейчас не только получить место, но уже работать на результат. А вообще в нашей стране, вот, где можно заниматься виндсерфингом? Я знаю, что вы работаете в Риге на Кишезерсе, да? Да. То есть у нас есть клубы, которые культивируют парусный спорт и виндсерфинг. И, насколько я понимаю, Кэти именно оттуда, с ваших клубов. Да, она из Кишезера. Это наш родной манеж, где мы тренируемся. Ну и, конечно, у нас 500 километров морской части. Глади, да. Это отличная и уникальная возможность. Ну, вот так кажется, я думаю, для простых болельщиков, что виндсерфинг – это такой экзотический, по крайней мере, для Латвии вид спорта, потому что у нас довольно короткое лето и длинная зима. Но если смотришь выступления наших спортсменов, начиная с 1992 года, у нас на Олимпиаде из виндсерфинга не были только в Пекине и в Лондоне. Откуда у нас такие спортсмены? Ну, это, я думаю, что старые, это исторические такие тенденции. Традиции, да. Да, и я думаю, что и сейчас они продолжаются. Я с 90-х лет занимался, ну, я занимался уже раньше, но тогда профессионально, но сейчас Кэти принимает. Есть многие, ну, дети, юноши, которые сейчас активно занимаются с этим спортом. Ну, и экзотика так и есть. Южные страны, когда они встречают нас, они вообще удивляются. Они говорят, а у вас не замерзает вода? Замерзает. Ой, вообще, ну, респект. Кэти, скажи, правда, сейчас уже идет учебный год, ты вернулась в свою родную школу. Что спрашивали учителя, интересовались, как ты провела лето? Они были в курсе вообще, где ты выступала, где ты находилась? Друзья? Да, конечно, они уже знали, и все учители очень рады со мной. И все время как-то, все время улыбаются, если они видят меня. Ну, все знают, все знают, и все очень довольны со мной. Не знаю, такое впечатление, а вот смотря и ваши глаза, что вы очень позитивные люди, и, мне кажется, представители вот этих видов спорта родственных, серфинг, виндсерфинг, это какое-то такое своеобразное общество, ну... Да, сплошного позитива, да? Да, что тут как-то больше такого кайфа, как работа, естественно, тоже, но... Абсолютно, так и есть, и я думаю, что по-другому и такой спорт, и парусный спорт даже не может эксистировать. Ну, вот я знаю, что все-таки парусный спорт очень тяжелый в плане физических нагрузок, да? Кэти, я хрупкая девушка, как тебе удается справляться с доской, с парусом? Это тяжело физически или, в принципе, не так страшно все? Ну, конечно, что, ну, немножко сложно это есть, но это только в начале. Потом это все уже нормально. Но приходится ходить в тренажерный зал, заниматься? Да, конечно, да, все время. Разумеется, разумеется. Мария, сегодня у нас здесь кое-что из инвентаря. Скажите, пожалуйста, что вот это такое, что это за вещь? Я понимаю, что здесь нужно держаться руками, да? Да, не-не-не-не, это гик, это, значит, одна из главных вещей на доске, да, конкретно она держит парусную часть, да, где гонщику держаться, да? Это и есть главный руль. Это руль, на самом деле, да? Ну, так будем интерпретировать. И эти лямки призначаются для того, чтобы зацепить себе за трапецией и с весом держать, и потом уже с руками только управлять доску парусом, да? То есть вот здесь это трапеция, там крючок, да, он фиксируется, да, и это помогает как, ну, чуть расслабиться, да, но по-любому это на воде 3-4-5 часов, да? Тут еще веревки, ты регулируешь парус, чтобы глубже был, площадь был, да? А это сам спортсмен умеет регулировать? Каждый должен сам это все регулировать. Ветер становится сильнее, должен регулировать. Едешь по ветру, регулируешь против ветра, регулируешь. Ага, понятно, Марис. Так, садитесь, расскажите, что это за вещь? Это киль, да, насколько я понимаю? Да, это киль. Для чего он нужен? Да, да, но это конкретно в олимпийской классе, да, в основном винсерфинг без киля, да, который под названием фанборд, да, у него нету киля, у него только плавник, да, плавник у нас главная вещь, которая вообще без этого никак прямо... Не... Да, это управляет доской, чтобы вообще прямо по воде. Да, по воде. А швер дополнительно, чтобы с ним против ветра лучше подняться, да, как у яхти киль, да, но когда по ветру едешь, он поднимается и, получается, в доску залезает. Кэти, скажи, что это такое? Твой костюм, что ли, насколько я понимаю, в котором ты выступаешь или нет? Нет, это после гонки, чтобы я не замерзла. Не замерзла, да? То есть погода прохладная, вода холодная, нужно обязательно укутаться вот в этот костюм, да? Да. А что за материал такой? Достаточно как для зимовки даже сгодится, нет? Да, и внутри такой теплый. Да. Ну, это неопрен. Неопрен, да. Неопрен, конечно. Ветер не проходит, он может в воду упасть, и, понимаешь, он уже сухой. Когда вообще сезон заканчивается у виндсерфингистов примерно? Вот сейчас, наверное, да? Ну, такой нормальный, да, скажем, режим. Это сейчас, да, уже когда воздух 15-12. Ну, можно еще, вода тоже, но это тоже некомфортно, если очень холодно. Что вы тогда делаете в ноябре? Это физическая подготовка или уезжаете на сборы в теплые страны? Оба, оба, оба. Еще такой вопрос. С какого возраста можно начинать заниматься парусным спортом, в частности, виндсерфингом, и какова конкуренция в Латвии? У нас очень много спортсменов, кто регулярно на высоком уровне занимается, или все-таки конкуренция слабоватая? Есть конкуренция, конечно. Ну, отвечая на вопрос, с какого возраста, это с 8-9 лет точно можно заниматься. Ну, конечно, главная вещь – это уметь плавать, да? А 8-9 лет – это такой стандарт. Я беру себе в школу с такого возраста, да? И конкуренция, ну, в формуле, в классе формул, где сам катаюсь тоже, там есть высокая конкуренция, и у нас есть вице-чемпион мира, да, Иоанн Спрейс, ну, и также есть в рейсборде, это класс, который тоже представляет Кэти, да, с РСХ, но там побольше этих вариаций, досок, там у нас чемпионка мира, Авито Маттейса, и Илон Дзелан Гринберг, так что у нас высокого уровня гонщики, ну, надо развивать сейчас олимпийский класс. Но вообще это дорогой вид спорта, наверное, все-таки, да? Если заниматься все-таки профессионально на высоком уровне. Ну, все сравнительно. Конечно, это, может быть, не так, как... Формула-1? Да, ну, конечно, Формула-1 или Бобслей, но и, может быть, телевизор тоже смотреть дорого, да? Надо новые модели, надо каналы другие, да, купить и так далее. Так что все сравнительно, но имеет какой-то бюджет. Ну, в принципе, что в этом самое дорогое? Инвентарь или как раз-таки тренировки? То, что надо тренироваться зимой где-то в теплых странах? Ну, в принципе, да. Это тренировки за границей, это уже полет, это инвентарь и так далее.